Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я, Нина Коновалова. Первые летние дни оказались такими знойными, что многие дачники и огородники не на сутку испугались за своим растением. Неважно, где они растут, в теплице или в открытом грунте. Они начинают делать какие-то шалаши над своими растениями, создавая им притемнение. А насколько правильно это или нет, мнение экспертов всегда разделяется. Я же, как всегда, буду делиться с вами своим собственным опытом, что я делаю. По мнению многих специалистов, и мой личный опыт с этим соглашается, что огурцы можно притенять где-то с середины мая, а помидоры и баклажаны и кабачки притенять где-то в приблизительно первой декаде июня. Что я и делаю. Для этого можно использовать для парника любую ткань, которая под маркой идет агроспам и имеет маркировку «Уф защита». Либо можно использовать обычную марлю. Все это будет дозировать пропуск солнечного света. Дело в том, что получая солнечные ожоги, растение как бы запекается. И полбеды, что оно запекается, это все может провоцировать, вызвать гнездное заболевание. Также солнечные ожоги приостанавливают рост растения, деформируют плоды, плоды приобретают более желтоватый цвет. Все это можно избежать. Если, допустим, в теплицу, то можно укрыть любым укрытым материалом «Уф защиты» либо обычной марлей. Сейчас есть всевозможные сетки, которые также называются притеняющими. Если брать во внимание растения, которые растут на улице и нет возможности сделать небольшой шалаш, то можно использовать обычную садовую побелку. Я сейчас вам покажу, как я делаю, как я спасаю растения, которые находятся. Вот сейчас в тени у нас уже 37 градусов, а на улице 9 часов утра. Так вот, сейчас я свои помидоры, которые растут в открытом грунте, буду спасать от ожогов. И покажу, как это делается. Чтобы ограничить воздействие солнечного света на вашу овощную культуру, которая растет на улице, не обязательно использовать укровной материал. Можно взять обычную садовую побелку, вот я прыскаю, и развести ее, и опрыскать ваши растения. По мере созревания, делать это не обязательно часто, но по мере созревания все это делать. Делать в том, что в таком случае солнечный ожог полностью исключен. Может быть, единственный минус которой, это внешнее загрязнение плодов, которые потом просто помоете, и ничего с ними страшного не будет. Главное, что это не химия. Садовая побелка, это далеко не химия, это естественный продукт. Вот такого рода защита от солнечных ожогов не влияет на качество урожая. В общем, мы используем это часто. Таким образом, можно защитить свою овощную культуру от солнечных ожогов. Это могут быть томаты, это могут быть огурцы, которые растут на улице. Это могут быть и ваши, ну, перчик болгарский, сладкий перчик. Чтобы спасти всю овощную культуру, я сегодня с утра прохожу полностью по всем растениям, которые у меня произрастают в открытом грунте при помощи побелки. То есть я сейчас делаю вот таким образом затенение, чтобы не получились у нас солнечные ожоги, поскольку солнечные ожоги вызывают гнилостные заболевания. Многие дачники и огородники думают, что если на огурцах появились маленькие огурчики и потом они в дальнейшем желтеют и отпадают, то это нехватка, значит, солнечного света. И это может быть большой ошибкой, поскольку огурец, в отличие от помидоров, допустим, имеет слабую корневую систему. И огурцу очень необходима хорошая подкормка азотом. Так вот, чтобы не прибегать к сильнодействующим препаратам, содержащим азот, я рекомендую делать жидкий навоз из зеленых трав. У меня есть где-то видео с таким рецептом. И разводить, допустим, вот эту жидкость на литр этой жидкости на 10 литров воды и поливать под корень ваше растение. Поливать это необходимо буквально до того, как ваше растение разрастется. Таким образом, огурец насытится азотом и уже в дальнейшем эту поливку можно прекратить. Свет нужен, собственно говоря, нашей рассаде во время роста растения. Как только появляются плоды, то уже в этот момент необходимо делать затенение. Вот, обратите внимание, 11 июня у меня висят какой перчик. Регионы у нас далеко не южный, но в лето очень жаркий. И почему такой перчик? Потому что убрана корона и у меня правильная обработка куста перчика. Если вас это интересует, найдите видео, есть у меня такое. У баклажанов всех сортов, как правило, формируется мощный листовой покров, так что плоды оказываются полностью защищены. Но, опять же, баклажан тоже необходимо правильно сформировать. Поэтому, чтобы избежать солнечных ожогов, которые в дальнейшем могут привести к заболеваниям, я все-таки рекомендую притенять ваши растения. Если нет возможности использовать агроспан с двойной уф-защитой, то можно пройти вот такой садовой побелкой, что хорошо защитит ваше растение от прямых солнечных лучей и от ожогов. Вот и все, друзья. Я поделилась с вами собственным мнением, стоит ли притенять ваши растения или нет, как это делать для ваших растений овощных культур в теплице и как это делать для овощных культур в открытом грунте. Я с вами прощаюсь. Я, как всегда, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего доброго, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok